Добрый день, уважаемая Марина Николаевна, добрый день, уважаемые коллеги. Не займу больше, сколько вам мне отведено на доклад, Марина Николаевна? 10 или 20 минут? Никто не знает? 20, да? Ага, хорошо. Не больше 20 минут. И предлагаю вашему вниманию небольшой экскурс в нарушение роста ребенка. Что с этим делать и для начала, как это увидеть? Я понимаю, что у детских эндокринологов, конкретно в МИЦ эндокринологии, у нас есть беспрецедентное количество времени на обследование каждого ребенка. На амбулаторное обследование нам выделено 30-40 минут. На обследование в стационаре, ну там хоть целый день сиди. А педиатру все-таки, я вижу свою сегодняшнюю речь, ее предназначение в том смысле, чтобы дать вам возможность иметь несколько очень очевидных, простых инструментов для реализации во время вашей практики, которые могли бы вам подсказать, отправлять ли этого ребенка дальше на обследование. Или можно быть далее спокойным. Так, а как надо тут переключать? Ага, вот. Вперед надо. Да, да. Значит, здесь представлен клинический случай. Это, вы знаете, это кривая роста. Мы ими постоянно пользуемся в своей практике. Поступила к нам девочка. На тот момент ей было, по-моему, 6 лет. Из донамнеза нам стало известно, что при рождении вот у него масса тела была достаточно низкая, а длина тела при рождении тоже ниже минус 2 СДС, минус 1,5 примерно. Но когда она к нам поступила, эти параметры были уже совсем другие. Вот мы видим здесь на кривой роста, что вдруг она вышла на примерно средний рост и ДВС для популяции. На что мне ординатор сказал, так это же хорошо. Это значит, она вот, хоть и родилась с внутриутробной задержкой роста, внутриутробного развития, то сейчас она своих сверстников догоняет. Вот вопрос, насколько это хорошо. Не может ли это являться симптомом какого-то другого еще присоединившегося заболевания или проявившегося. Тогда вопрос встает, нарушение ли это роста у нее, изначально ли было нарушение и как расценивать нынешнюю ситуацию. Давайте посмотрим. Вообще, какими могут быть нарушения роста у ребенка? Еще Таннер сказал в свое время, что рост ребенка это зеркало его здоровья. Его можно наиболее быстро увидеть во время обследования ребенка. То есть, ребенок или растет, или нет. Или он перестал расти, или продолжает расти. Или он начал расти слишком быстро для своего возраста. То есть, нарушения роста могут быть в сторону задержки или в сторону опережения своих стандартов по возрасту и полу. Задержка роста, равно как и опережение роста, могут быть вариантом нормы. Это всегда нужно помнить. Есть такой вид нарушения роста, задержки роста, как идиопатическая низкорослость. То есть, невозможно определить конкретную причину. И это может быть просто такая особенность у ребенка. Конституциональная задержка роста, конституциональная высокорослость. Это могут быть следствия симптомов хронических заболеваний. Например, задержки роста, мы говорим, например, хроническая болезнь почек или целиакия. Это все может приводить к такому симптому, как задержка роста. И, конечно, это могут быть эндокринные нарушения. При задержке роста мы, например, думаем о дефиците гормона роста, о дефиците щитовидных гормонов. При опережении роста мы можем говорить о преждевременном половом развитии, об избытке кортикоидных гормонов, о болезни акромегалии у детей, то есть о микроаденомах. Допустим, если мы имеем в виду внезапную задержку роста, требонокросрос и вдруг перестал расти, мы можем иметь в виду, например, болезнь и сенка Кушинга. Генетические причины, конечно, могут быть основополагающими для как задержки роста, так и для опережения роста. Это в рамках разных синдромов. Например, синдром Шерешевского-Тернера или синдром Кленфильтера с опережением роста. И отдельной рубрикой я вывела внутриутробную задержку роста. Прошу прощения за опечатку, там звур должно быть написано, а не звур. Это какой-то зверь получился. Итак, патологическая низкорослость. Какие же наилучшие критерии были выявлены в международной и в отечественной практике? Как ее выявить, как ее найти и обозначить эту низкорослость? Наилучший критерий для выявления разницы низкорослости – это разница между нынешним СДС роста ребенка, то есть между его абсолютным ростом, сейчас и его относительным ростом, СДС роста на момент обследования, и его СДС, его роста целевого, то есть тот, который предначертан ему генетическими данными. Такие критерии, нужно сказать, наиболее эффективны для детей предпубертатного возраста, но старше примерно 2-3 лет. Потому что до 2-3 лет, даже если ребенок резко прыгнет с одной кривой ростом на другую, в принципе, это может не вызывать столь выраженной тревоги. Это в пределах нормы для маленького ребенка. И здесь хотелось бы уточнить, что для этих детей примерно с 3 и до 10-11 лет, то есть предпубертатных детей, если педиатр, другой врач видит у себя в практике ребенка, у которого СДС роста минус 2, это должно вызвать однозначно напряженность и более глубокие обследования. Если СДС роста минус 2,5, то это можно сразу смело посылать к эндокринологу и даже не задумываться. Для детей младше 3-х лет единственные, наиболее зарекомендовавшие себя критерии и на международной арене тоже, это сам рост на момент обследования. То есть без сравнения его с его генетическими данными, другими перцентильными данными и так далее. Просто на момент обследования у ребенка рост такой-то, укладывается в таблицу или не укладывается. Если не укладывается, то посылаем к эндокринологу. И как здесь сказано, наименее точные критерии, к сожалению, определены для детей переходного возраста, пубертата. В том числе это связано с тем, что там рост связан непосредственно со степенью, со стадии созревания, полового созревания, скелетного созревания. То есть не только хронологического, но и биологического возраста, так называемого. И там очень сложно определиться с некими стандартными. Все дети чрезвычайно разные. Касательно тех критериев, которые я упомянула на предыдущем слайде, как мы определяем целевой рост ребенка. Здесь вы видите формулу. Это усредненный рост мамы и папы, плюс-минус 7 сантиметров. Если мальчик плюс, если девочка минус. Эта формула еще была предложена Танером, она чуть-чуть изменялась. Но в общем и целом ей можно пользоваться смело. Обращаю ваше внимание, это не конечный рост, это не прогнозируемый рост, это именно целевой рост. Обратите внимание, что здесь не фигурирует в этой формуле рост самого ребенка на момент обследования. Здесь только рост мамы и папы, то есть то, что они ему передали. Это то, к чему он может стремиться. Ну и конкретно нашей пациентке, например, мы определили, что ее целевой рост по данным мамы и папы 157 сантиметров и СДС целевого роста минус 0,84. А рождается она с СДС длиной тела минус 1,4. То есть мы видим, что есть однозначно разрыв между ожидаемым СДС роста и абсолютным СДС роста на момент обследования, когда вот она родилась. И, в принципе, этот СДС рост одержался у нее на протяжении первых лет ее жизни. А потом вдруг в 5 лет у нее СДС роста начал изменяться. Минус 1,3 стал, потом уже к моменту, к тому, как она к нам поступает, минус 0,45. Это, конечно, вызвало некоторые подозрения. Как и зачем вообще мерить в СДС? Я, к сожалению, не очень осведомлена о том, как в педиатрической практике сейчас применяется СДС или перцентильные таблицы. У меня будет пример таблиц, таких, которые я скачала из сайта Возовской. Зачем вообще используется СДС? Это статистическая величина, которая позволяет нам поделить ребенка в группу отстающего или неотстающего. Потому что каждый ребенок растет по-своему, это динамический процесс. И судить о нарушении или соответствующей норме по абсолютному значению, жестко бывает, очень сложно. Соответственно, созданы референсные группы. И в зависимости от того, насколько стандартных отклонений ребенок отстает для своего возраста и пола, можно, соответственно, легче понять, насколько у него есть нарушения или нет. Здесь приведена формула, как это рассчитывается. В принципе, это даже не обязательно эту формулу знать. Мы ей не пользуемся. Мы пользуемся программным обеспечением, мы пользуемся таблицами, кривыми роста и так далее. Вот как пример я скачала эти таблицы. Я видела, что вроде действительно педиатры ими пользуются. Поправьте меня, если я не права. Это таблицы с сайта ВОЗ. Для, например, девочек рост в зависимости от возраста от 0 до 2 лет. Медиана плюс 1 СД, плюс 2 СД и минус также. И мальчики, допустим, от 2 до 5 лет. Например, вот такие кривые роста тоже на сайте ВОЗа имеются. Мы этими кривыми ростами в том числе пользуемся. Это от 2 до 5 лет. И вот такими кривыми ростами наверняка тоже, наверное, пользуйтесь. Здесь и вес внизу, а сверху рост. Вот таким программным обеспечением мы также пользуемся. Просто как инсайдерскую информацию хотела показать, чем мы руководствуемся, когда мы обследуем ребенка, в том числе с задержкой роста. Это такая программа Oaxology называется. Вот в левом нижнем углу она представлена. Ее в свое время создала фирма Pfizer на основе обширного исследования KIKS. И, ну, к сожалению, я сейчас вот для доклада искала на сайте, где можно было бы, допустим, ее скачать. К сожалению, я не нашла. Может быть, она уже настолько старая, что уже вне доступа. Но есть другие программы, которые можно скачать при желании. Они сильно облегчают работу. Там все референсные значения есть. Вы просто вбиваете имеющиеся данные абсолютные на момент обследования, он сразу выдает, эта программа сразу выдает ряд данных, на основе которых вы можете судить, есть отставание, нет отставания. Также вот эта программа Growth Analyzer, это голландская разработка. Тоже очень удобная программа. Прямо там же можно строить графики, кривые роста, тоже все возможные референсные группы, от Возовской до Шотландской группы какой-нибудь. Мы часто пользуемся референсные группы Соединенного Королевства английского, потому что они нам по росту, по популяции подходят. Голландцами нам пользуются нельзя, иначе у нас все будут низкорослые в нашей популяции. Вот здесь представлен сайт, где можно посмотреть эту программу, как она работает. Но опять же, это достаточно все-таки время затратный такой момент, если отдельно от работы есть желание погрузиться в это. Но я просто понимаю, что в рутинной практике педиатра, когда нужно принять одного пациента за сколько там, за 10 минут, сейчас регламенты, ну это просто невозможно, конечно, развлекаться таким образом. Чем мы руководствуемся, когда обследуем ребенка с патологической низкорослостью? Конечно, это анамнезозаболевания, все классические моменты обследования ребенка, осмотры, лабораторно-ирологическое обследование. Но предлагаю сейчас пройтись по некоторым из них. Такая небольшая сводная таблица, их сейчас будет около 4 или 5. Если есть желание, я могу с ними потом поделиться. Это такой, ну, свод большого количества статей, большой такой аналитический труд. Поэтому здесь долго задерживаться на этом нет возможности, просто много информации. Ну, в течение осмотра мы, естественно, собираем антропометрические данные, да, и их заносим в таблицы, их заносим в графики. И на графике очень хорошо и быстро видны все нарушения роста, нарушения динамики роста в том числе. Пубертатный статус нам важен для того, чтобы понять, это созревание отстает ребенка или опережает его возраст, или это чисто рост, да, это нужно два фактора, которые нужно держать раздельно. Нам со стороны других органов систем, ну, логично, это хронические заболевания, это врожденные всякие синдромы, которые могут, допустим, осталось в умственном развитии, да, это могут быть всякие анемии, нарушения со стороны почек, пищеварительной системы. И, конечно, не надо забывать о самом основополагающем, это качество наличия питания нормального ребенка, а также у подростков, которые нынче склонны ко всяким неприятным вещам, типа булими, анорексии и так далее. И, конечно, это может нам дать понимание об эмоционально-психологическом состоянии ребенка в его семье, в его окружении, что тоже, кстати, может вызывать задержку роста. Это доказанный факт. Да, на родителей мы, конечно, смотрим, ну, просто для того, чтобы как минимум выявить генетически предисположенный рост, ну, и также просто посмотрите внешне на него, насколько он похож, потому что синдромальные дети, мы знаем, да, похожи друг на друга, но при этом на родителей не обязательно похожи. Половое развитие отца и матери тоже важно для семейного анамнеза. Если у матери там менструации начались в 15 лет, то не стоит ждать, что у ее дочки они начнутся в 11. Так, дальше у нас. Да, здесь в этой таблице представлены некоторые примеры заболеваний, синдромов, при которых мы видим нарушение роста, и которые сочетаются с другими симптомами. Ну, например, такой симптом, как не только отставание в росте, но и низкий вес тела, да, мы это тогда обращаем внимание, такие возможные синдромы, как Сильвера Рассела или, ну, это метаболические всякие нарушения. Если есть другие проявления, как то, наоборот, избыток массы, это мы смотрим в сторону гипотереза, то есть сниженная функция щитобидной железы, а также синдром Кушинга. Вот особенно если ребенок рос-рос, нормально потом раз, и приостановился, и прямо это видно на графике, и к тому же набрал сильного веса. У нас первая мысль появляется, надо посмотреть синдром Кушинга. Также избыток массы тела может быть, например, при недостаточности гормона роста, но у них абдоминальное ожирение. Как вы видите, у синдрома Кушинга еще ряд других симптомов, которые могут помочь поставить диагноз. Здесь еще некоторые синдромы и состояние, которое я хотела бы вам просто показать, какой спектр может быть, когда мы видим ребенка с нарушением роста, особенно с задержкой роста. Такие, например, синдромы, как синдром Шерешевского тернера, вы, наверное, с ним знакомы, да? Синдром Нунана, это очень похоже на Шерешевского тернера, но бывает уже и у мальчиков, и у девочек. Сильвера Рассела, про которого я уже говорила. Гипотиреоз. На данном этапе развития нашей цивилизации, он, в принципе, такая редко бывает, что маленький ребенок отстает в росте, и вот этот точный гипотиреоз, поскольку все-таки есть неонатальный скрининг, да, это не может не радовать, и такие дети выявляются рано, и их начинают лечить, это здорово. Но все-таки есть поздно манифестирующие формы гипотиреоза, есть всякие тиреидиты, при которых все-таки внешность может или увеличиваться, или уменьшаться, или сначала одно, потом другое. Поэтому, конечно, тиреидные гормоны смотреть нужно обязательно. Ну, такие вещи, как, например, целиакия, и, опять же, эмоциональная, физическая депривация ребенка никуда не тевается. Ну, например, лабораторные исследования, которые мы смотрим и в нашей клинике, которые нас могут натолкнуть на разные диагнозы, как то, да, анемия, почные всякие заболевания, целиакия та же, гипотиреоз, СШТ. Не буду сейчас на этом останавливаться, если есть желание, я с удовольствием скину таблицы. Коротко о рентгенографии. Зачем она вообще нужна, и чем она может помочь? Говорила я о том, что для детей пубертатного возраста бывает сложно определить, это они отстают в созревании, или они стоят прямо вот в росте. В этом может помочь рентгенография. Если у ребенка, допустим, 12 лет, это костный возраст на 9-10 лет, то не стоит от него ожидать пубертатного скачка роста. Это говорит нам о том, что биологически он еще на стадии 9 или 10 лет, ему как бы еще не 12. Поэтому, в принципе, можно еще годочек подождать и понаблюдать его. Но при этом, если, допустим, ребенок 6 лет, и он отстает, и плюс у него костный возраст еще отстает, на 3-5 лет, то это однозначно костный признак дефицита гормона роста. То есть это хорошее дифференциальное исследование. Также при наличии диспропорций тела это нас может навести на подозрение о синдроме Шерешевского-Тернера, о синдроме Нунана, других синдромов с диспропорциями. Но при этом, если костный возраст не отстает, то это более вероятный признак в сторону именно этих синдромальных нарушений, а не дефицита гормона роста. Вот здесь парочку примеров. Есть рентгенограммы, но вы, наверное, с этим, в принципе, сталкивались. Возвращаясь к нашей пациентке, вот у нее костный возраст, начал убегать в определенный момент ее жизни. Сначала на годик-полтора, а потом на 2-4 года. Последний раз она у нас обследовалась буквально пару недель назад. У нее уже костный возраст убежал на 3, а то и 5 лет вперед. То есть ей сейчас 8, а у нее костный возраст на почти 13 лет. И там появляется уже самовидная косточка. Вот здесь вот она видна. Сейчас вот эта, да, вот эта косточка появляется. Ой, вот она. Вот и гороховидная косточка. Но нас обычно это не очень радует, когда мы видим эти косточки у ребенка маленького возраста. Это говорит нам о том, что постовой прогноз очень печальный. Как у меня со временем, Николай? Есть еще? Пока есть. Да, хорошо. Магниторезонансная томография. Вопрос, насколько она нужна, когда нужна и чем она может помочь. Ее не нужно делать каждому встречному, и мы ее не делаем каждому второму. Для нас важно понимать, если мы имеем подозрение на дефицит гормона роста, то с чем это связано с органической точкой зрения. То есть есть ли какие-то нарушения срединной линии, есть ли нарушения в строении гипофиза, и тогда мы, естественно, делаем магниторезонансную томографию. Но имея в виду, что это все-таки дорогое исследование, а наши иностранные коллеги, например, голландцы, вообще его делают единичным случаем, даже если речь идет о дефиците гормона роста, то, конечно, нужно точно понимать, зачем и в каких случаях его делать. Ну вот мы, например, по нашему консенсусу есть федеральные клинические рекомендации, они сейчас будут обновляться по детской эндокринологии. Мы делаем при наличии низкого выброса на стимуляционных пробах. А также, если подозреваем, естественно, опухолевый процесс, подозреваем нарушения где-то врожденные головного мозга, дефекты срединной линии, ну и, конечно, симптомы внутричерепной гипертензии. Буквально коротко об идиопатической низкорослости. Хотела бы сказать, что из всех нарушений роста с точки зрения низкорослости патологической, это самый частый диагноз. Это не дефицит гормона роста, ни синдрома, ничего. Это просто идиопатическая низкорослость, то есть низкорослость, при которой никто не знает, почему она есть. Это ее, как это называется, похожие термины, да? Как-то по-русски это забыла. И с чем… так, это я не буду… Вот, это важный слайд, какая она бывает. То есть варианты классификации вот этой идиопатической низкорослости. Здесь важно посмотреть на семью. Если мы видим, что родители такие же низкие, маленькие, то нечего ожидать от ребенка, что он будет большой и рослый, да? Многие родители приходят и говорят, вот мы маленькие, да, но мы хотим, чтобы наш ребенок был большой. И вот дайте ему гормон роста, чтобы он вырос и был счастлив. Но, к сожалению, так не получается. Во-первых, у нас нет никакого легислативного права давать ему и рекомендовать гормон роста, если у него нет дефицита роста. И никто не говорит о том, что это совершенно без побочных эффектов терапия. Хотя, что я успела себя зарекомендовать за 30 с лишним лет присутствия. Но, с другой стороны, если у него генетика предначертана, не будет сильно больше своих родителей. Ну, не будет он, даже если он будет тоннами получать гормон роста. То есть, смотрим на родителей. Вот если родители высокие, а ребенок низкий, вот это уже другой разговор. И тут можно подумать о вариантах дальнейшей диагностики и лечения. Ну, а также есть форма идиопатической низкоруслости с задержкой или без задержки пубертатов. Обращаю ваше внимание на то, что задержку или не задержку пубертата мы можем поставить только в определенный... начиная с определенного времени. Если у ребенка 8 лет, мы не можем судить, есть у него задержка пубертата или нет, поскольку мы всего лишь 8 лет. А вот девочкам с 13 лет или мальчикам с 14 лет мы уже можем подумать о том, есть у них задержка пубертата или нет. Опять же, нужно смотреть, семейный ли это случай. Или для ребенка конкретный. Это пример девочки с синдромом Шерешевского-Тернера. Очень характерный внешний вид. Вы видите некоторая диспропорция тела. Достаточно короткие конечности по сравнению с туловищем. Это крыловидные складки. Вот они, крыловидные складки шеи. Такая широкая шея, низкая посадка волос. Здесь не видно, но ушки такие вот ротированные вниз. В общем, такой классический пример. У этого синдрома есть еще букет других симптомов, которые могут однозначно подсказать. Это самое важное, наверное, это нарушение со стороны сердца и сосудов, коартация аорты. Да, ну и у этого синдрома есть свои характерные черты задержки роста. Сейчас не будем на нем останавливаться. Да, что хотела бы здесь сказать. Очень важно. Любой девочке с задержкой роста это минус 2 СДС и более показано кореотипирование для того, чтобы понять, какой у них набор хромосом. Очень много стертых клинических картин. И именно с момента кореотипирования можно поставить диагноз есть синдром или нет. Так, это пример ребенка с синдромом Сильвера-Рассела. Я его неоднократно здесь упоминаю. Поэтому хотела вам показать, что для них характерно. Это внутриутробная задержка роста, особенно веса. Они потом, ну, плоховато растут, но еще хуже набирают вес. Плохо кушают. Очень худенькие. И что характерно, у них такой треугольный личик, то есть узкий подбородок, микрогнотия и асимметрия туловища. Если вы заметите, одна ручка, несколько короткая, другой, короче другой, и также ножка. Это очень характерно для этого синдрома. Итак, в завершении моего доклада сегодня хотела бы еще раз про критерии направления к специалисту. То есть моя роль здесь, наверное, немножечко облегчить ваше существование, тем, чтобы вам точно сказать, когда отправлять к нам, к эндокринологам. Первое – это рост, СДС роста минус 2 и более. Можно прямо не думать, отправлять, а мы вам дадим обратную связь, есть там что-нибудь или нет, и как наблюдать потом. Дополнительно вам может помочь в этом разница в СДС роста сейчас и между тем, что вот должно, по идее, быть тогда, когда он вырастет. Если вы видите СДС роста по родителям, он там минус 0,5, а у него сейчас вы видите минус 1,5, то можно направлять тоже. Ну и также скорость роста, конечно, имеет значение. Возвращаясь к синдрому Кушинга, если ребенок рос нормально со скоростью 6-8 см в год, то это нормальная скорость роста, а вдруг мы видим, что он застопорился или начал расти со скоростью 4 см в год и менее, это тоже однозначный признак для дообследования. Вот что можно сделать прямо в кабинете, когда вы видите ребенка такого низенького роста. Значит, построить кривую роста. Ну, ладно, хотя бы можно просто определить СДС роста прямо в кабинете по таблицам, которые, как мне кажется, сейчас, которыми пользуются, да, педиатрии. И, пожалуйста, помните о том, что можно посмотреть половое развитие. Просто, извините, трусики, посмотрите. Потому что мы, к сожалению, видим таких детей, которые приезжают к нам уже, допустим, в 8-9 лет с половым развитием Танр-5. То есть это практически полноценный уже мужчина по половому развитию. И, конечно, о каком-то благоприятном прогнозе с точки зрения роста говорить уже не приходится. Это очень печально, хотя таким детям в свое время можно, конечно, помочь. Сделать рентген кистей может тоже очень помочь. То есть понять, есть отставание костного возраста или оно, наоборот, опережает. Вы заметили, допустим, что ребенок как-то начал резко расти? Вам мама говорит, вот ребенок был нормальный-малим, потом раз и стал выше сверстников. А еще и запах пота появился. А еще и оболосение какое-то странное. Сделали рентген рук. Посмотрели, если там костный возраст убежал на один год и более, сразу к эндокринологу даже не думая. Лабораторный анализ на ИФР-1 раньше назывался соматомидинце. Это косвенный признак дефицита гормона роста. Видите, ребенка старше 3 лет, он низкий, СДС роста минус 2, а то и более. Сдали вот этот анализ, плюс щитовидные гормоны, как я здесь вот подписала. Увидели там несоответствие возрасту, сразу к эндокринологу. Ну и повторюсь, кариотипирование для всех девочек без исключения с задержкой роста. Очень помогает в определении анализа и дальше к направлению специалиста. Мне кажется, на этом я закончу. Если есть вопросы, я с удовольствием ответить.